Вот и подходит к концу 2021 год. Нам он принес не только усугубившиеся дефициты продолжения пандемии, но и новые процессоры Intel и AMD, а также расширение линеек видеокарт Nvidia и Radeon в когда-то доступную область среднячков. И традиционно ближе к концу года многие хотят собрать компьютер. Кто-то для себя, кто-то для ребенка. В общем, количество запросов на недорогие игровые сборки в декабре обычно велико. Однако этот новый год стоит встретить без самосбора. Почему так, есть ли способ все же заполучить игровой ПК? Об этом мы и расскажем в этом ролике. На связи МК. Поехали. Про причины дефицита рассказывать уже нет смысла. Если кратко, пандемия с ее ограничениями наложилась на майнинг, что и вызвало глобальный дефицит полупроводников и электроники в целом. Пострадали даже такие крупные вендоры, как Apple, у которой традиционно был эксклюзивный контракт с TSMC на поставку собственных чипов. Компания вынуждена была снизить производство iPad H на 50%, а сборочная линия по производству iPhone была остановлена впервые за 10 лет. Производство iPhone в сентябре и октябре на 20% меньше плана. И все из-за ограниченного количества компонентов и микросхем. Чего уж говорить о бедной по меркам Apple AMD, которая также заказывает чипы у этого тайваньского производителя и уже раздумывает бежать за кристаллами к Samsung. Как итог для нас, видеокарт по нормальным ценам нет. GTX 1050 Ti, которая даже в родном 2017 считалась базовой картой и продавалась дешевле 15 тысяч, сейчас дороже 25 тысяч и считается неплохим игровым решением. 1650, которая является ее заменой, стоит дороже 35 тысяч. Ну а действительно, игровая RTX 3060 стоит под 90 тысяч деревянных. В три раза дороже рекомендованной цены. Про RTX и топовые AMD RX лучше вообще не заикаться. Там ценники легко улетают за сотню-другую рублей. Так что безумство с двух, а то и трехкратным повышением цен на видеокарты, как в первую волну майнинга, полностью повторяется. И что самое печальное, в ролике про страшное будущее победившего майнинга, мы оказались правы, говоря о том, что дефицит к концу года не закончится, и появятся грустные прогнозы на 2022 год. Так оно и оказалось. И AMD, и Nvidia, и Intel нехотя признают, что ситуация в будущем году с доступностью чипов все так же будет плохой, хотя компании прикладывают все усилия, чтобы это исправить. Все это не первая и далеко не единственная причина отказаться от самосбора. Давайте представим такую вполне реальную ситуацию. Вы в 2014 году собрали себе топовые ПК на Core i7 и GTX 980 Ti, и теперь с грустью смотрите на то, как в гонке ядер ваш CPU превратился в Core i3, а DDR3 вообще считается уже позапрошлым поколением памяти. При этом та же 980 Ti или RX 290X вполне себе тащат современные игры и поддерживаются драйверами, выдавая уровень около 1060 или RX 570, который сейчас стоит под 40 тысяч рублей. Вот и приходит в голову мысль, а почему бы не собрать новый ПК, ставив пока старую видеокарту, а через годик-другой сменить ее на что-то мощнее? Увы, это снова не лучший план. С одной стороны, процессоры Intel Core i5 и i7 десятого и одиннадцатого поколения стоят достаточно недорого и имеют отличную производительность в современных играх. С другой, это тупик по апгрейду. Замена восьмиядерного Core i7 или i9 с чуть более высокой частотой не даст вам и 10% FPS, а более новое поколение CPU Intel требует уже новый сокет. С AMD ситуация аналогичная. Текущему сокету iM4 уже больше 4 лет, и он на закате жизненного пути. Скорее всего, новые минорные Ryzen 6000, которые представят в январе, будут для него последним поколением. А дальше нас ждет iM5 с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0, который опять же, зная AMD, будет еще долго способен работать с новыми поколениями CPU. Так что если собирать ПК с заделом на будущее, про iM4 лучше забыть. Остается двенадцатое поколение Intel Core. До 16 ядер, поддержка PCI-Express 5.0, DDR5 и новый сокет LGA1700, под который выйдет еще как минимум два новых поколения процессоров. Казалось бы, это отличная платформа для сборки мощного системника на ближайшие несколько лет. Но погодите, тут тоже хватает подводных камней. Во-первых, сейчас в продаже есть только топовые CPU с индексом K, то есть с возможностью разгона, и аналогичные топовые платы на чипсете Z690. Стоят такие процессоры и материнки, как крыло от Боинга. Но смысла в них очень мало, современные камни почти не гонятся, и соответственно, производительность практически не увеличивается. Но при этом даже минимальный разгон делает эти далеко не самые холодные камни еще горячее, с мизерным приростом производительности. В 2022 году Intel выпустит более простые платы на B и H чипсетах, которые, как стало известно, будут поддерживать все фичи типа DDR5 и PCI-Express 5.0, и даже память на них гнаться будет. В отличие от разгона CPU, тут прирост производительности есть, и далеко не нулевой. Кроме того, даже если вы решитесь собирать ПК на новых CPU Intel и платах Z690, вас ждет очередная проблема. Очевидно, что с заделом на будущее нужно брать решение с поддержкой DDR5. Только вот незадача. Дефицит на эту память еще хлеще, чем на видеокарты. Наценка на простые наборы DDR5 с минимальным заводским разгоном нередко трехкратная. За всего лишь один модуль памяти на жалкие 8 гигабайт просят аж 20 тысяч рублей. И даже за такие деньги не факт, что вы сможете ее купить. К тому же, на данный момент ощутимого прироста производительности DDR5 в сравнении с быстрой и куда более дешевой DDR4 не дает. И это еще один повод подождать, пока в продаже появятся хотя бы модули новой ОЗУ с частотой выше 7-8 ГГц. Что в итоге получается? Видеокарт по адекватным ценам нет, и к концу года они не появятся. Даже если видеокарта у вас есть, брать текущие процессоры и платы с заделом на будущее не стоит, а DDR5 вообще вы не найдете. Ну окей, допустим о будущем вы решили не думать, кто вообще сейчас думает о будущем. Выкинем пока из сборки дискретную видеокарту. Имеет ли смысл собирать ПК с быстрыми интегряшками? Снова нет. Проблема в том, что на фоне дефицита видеокарт пользователи бросились массово скупать AMD Ryzen серии G, то есть с мощными GPU Vega. Как итог, дело дошло просто до абсурда. Так, за четырехъядерный Ryzen 3 4300GE с графикой Vega 6 просят аж 17-18 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный по производительности Core i3-10100F стоит всего 6-7 тысяч. А на оставшиеся деньги можно забрать GT 1030, которая как раз выступает на уровне этой Vega. И еще деньги на материнскую плату останутся. С более мощными Ryzen 5 и 7 ситуация аналогичная. Переплата за интегрированную графику там абсолютно неадекватная, что сводит на нет смысл покупки таких APU. Что мы получаем? Сама сбор сейчас не имеет смысла, как и покупка Ryzen с хорошей интегряшкой. Что же делать бедному геймеру, который хочет в новогодние праздники поиграть на новом ПК? Во-первых, можно купить уже готовый ПК. Да, лды с 10-летним стажем сборки сейчас скривились, но это действительно достаточно выгодный вариант. Все дело в том, что в такие магазинные сборки нередко идут OEM-видеокарты, которые стоят дешевле, чем попадающие в ритейл. Это же относится и к другим комплектующим. Сейчас можно найти брендовый системник с шестиядерным Core i5 и GTX 1650 Super, который позволит поиграть в современные игры в Full HD на средних и временами даже высоких настройках графики. И это при том, что отдельно такой процессор с видеокартой уже стоит столько же. Если есть деньги на что-то большее, за 110 тысяч можно найти системник с аналогичным Core i5, но уже с RTX 3060 и 16 гигабайтами ОЗУ. Собирая самостоятельно только за 3060, вы отдадите под 90 тысяч рублей. Однако на деле у таких официальных сборок есть и свои минусы. Во-первых, в них частенько используют максимально дешевые комплектующие впритык. То есть платы на простейших сокетах, ОЗУ на минимальных частотах, самый дешевый кулер и блоки питания ватт в ватт. Поэтому обычно про апгрейд тут придется забыть. Более мощное железо такой системник просто не вытянет. Максимум можно памяти добавить или еще один диск. Но, как говорится, на безрыбье и ПК из МВидео становится игровым. Если же официальные сборки вам не нравятся, Витя, привет. Что ж, можно купить игровой ноутбук. Они вполне могут быть достаточно мощными, чтобы конкурировать с топовыми ПК двух-трехлетней давности. С учетом того, что майнить на лэптопах не особо выгодно, цены на них взлетели не так сильно. Так, тысяч за восемьдесят можно найти ноутбук на Core i5 и мобильной RTX 3050 Ti, которая выступает на уровне десктопной GTX 1660. Но благодаря DLSS может замахнуться на высокие настройки графики в Full HD. Добавив еще тысяч двадцать, можно уже найти ноутбук на RTX 3060. Да, она будет все еще слабее десктопной версии, но это не помешает ей даже в Cyberpunk комфортно себя ощущать на высоких настройках графики. Мы это уже проверили. При этом, в отличие от системника, в случае с ноутбуками вы сразу получаете полноценное устройство с Full HD IPS дисплеем, нередко 144-герцовым, клавиатуру и прочее. Но тут надо понимать, что мощные ноутбуки имеют свои минусы. Помимо невозможности апгрейда и сложности в обслуживании, высокие температуры процессора и видеокарты под нагрузкой. Тут виноваты и маркетологи, незнакомые с физикой. Попытка впихнуть мощные восьмиядерные CPU и 100-ваттные видеокарты в тонкие корпуса приводит к закономерному результату. Если не чистить лэптоп или держать его на коленках или в кровати и при этом играть, это может привести к перегреву и троттлингу. Выбирая ноутбук, внимательно изучайте систему охлаждения. Но все еще игровые ноутбуки в текущую эпоху майнинг-дефицита выглядят вкусной покупкой. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Актуальные ноутбуки и официальные сборки мы собрали в одну корзину на e-каталог. Там вы ознакомитесь со всеми моделями и сможете выбрать для себя подходящую. Ссылка на e-каталог будет в описании. Чего точно не стоит делать, так это рассматривать к покупке видеокарты или целые системники на Авито и других площадках по продаже БУ. Причина тут проста. Как бы продавец не убеждал вас, что его RTX 3080 стояла в офисном ПК и ничего тяжелее косынки на ней не запускали, будем реалистами. На ней майнили минимум полгода, возможно уже разок-другой отбили, а в самом худшем случае она вообще может быть из ремонта. И да, не стоит думать, что если какая-нибудь RTX 3060 вышла всего полгода назад, то она никак не могла за это время сломаться. Роликов по ее ремонту на YouTube хватает, что намекает на далеко не самые лучшие условия эксплуатации у многих майнеров. Это же касается и готовых системников. Если в случае с фирменными ПК в крупных магазинах там точно внутри новое железо, то вот в случае с самосбором с Авито можно словить комбо с майнинговой видеокартой и SSD. Давайте подведем общий итог. Самосбор, в том числе с различных продажных площадок, брать не стоит. Игровые ноутбуки сейчас неплохой выбор, готовые фирменные системники тоже. Но если есть вариант переждать текущий дефицит, это наилучший выход. На связи был МК, до скорых встреч.